Привет, друзья! Мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Войны, в которой будут принимать участие ядерные державы. Войны, которая может уничтожить все сущее на Земле. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. И начнем с моего любимого, с формулировок, которые позволяют нам сразу почувствовать почву под ногами. Итак, буду подсматривать. Мировая война – это термин, обычно используемый для обозначения вооруженных конфликтов планетарного масштаба, беспрецедентных по событиям и количеству жертв. Общепринято мировыми войнами называют два конфликта. Первую мировую – 1914-1918-й, и вторую – 1939-1945-й. Вот это вот мировые войны. Эти войны затронули большинство государств мира, в том числе все великие державы и крупные государства. Эти войны охватывали несколько континентов. В этих войнах принимали участие не просто государства, но коалиции государств. Первая мировая война – это Антанта и Четверной союз. Вторая мировая война – это страны Оси и союзная держава. Черчилль, например, относил к мировым еще и 7-летнюю войну 1756 года. Однако, большинство историков все же склонно к мировым войнам относить вот две войны, которые стали результатом Второй промышленной революции и первого этапа глобализации. Это именно Первая мировая война и Вторая мировая. Это войны, в которых кровь, пролившаяся в Европе, проступила на всех без исключения континентах, затронула практически все население Земли за редчайшим исключением. Особенно соответствует этому описанию Вторая мировая война. И вот когда мы определились с терминами, давайте посмотрим на современные события. События, которые, напомню, начались с акта неспровоцированной агрессии России против Украины. Агрессии совершенно четкой, неприкрытой, неоимперской. Все слова об угрозе для России – это чёс, не выдерживающий никакой критики и работающий только для внутреннего российского, не слишком умного, глубинного зрителя с полностью атрофированным критическим мышлением. Если отбросить всю пропагандистскую шелуху и все попытки Путина его подпевал натянуть несчастную сову на глобус времен СССР, останется чистая попытка захватить независимое государство в рамках восстановления того, что умерло, Российско-Советской империи. Но не только. Агрессия против Украины – это ещё и попытка пересмотреть существующую систему безопасности, это попытка сломать устоявшуюся систему мирового порядка. Попытку, которую осуществляют несколько стран, а не один, как её называют, Третий Рим, он же четвёртый путинский райх. В списке этих стран и Китай, и Иран, и Северная Корея – это солисты фоном хорошо оплачиваемый хор африканских стран, недовольные существующим мировым порядком голоса леваков из Южной Америки. То есть, что же получается? Что вот он, новый альянс, или новых два альянса, антипутинская коалиция и вот эти страны. После путинского визита в Пхеньян, многие эксперты начали говорить, что вот этот альянс начал оформляться документально, что мы стали свидетелями чуть ли не чего-то равнозначного Берлинскому пакту, который Германия, Италия и Япония подписали 27 сентября 1940 года. Это вот тот самый пакт, который оформил нацистский блок, блок АСИ, который начал Вторую мировую. Такой же договор, как Северная Корея, готовится по слухам с Ираном. А это значит, что на горе всем буржуям мировой пожар разгорится сразу в трёх точках. Украина уже горит, Ближний Восток тлеет, впереди Корейский полуостров, а потом и Тайвань. Насколько реально новая мировая война? Оставайтесь, будет интересно. Визит Путина в Северную Корею закончился, как известно, не только толпами детей с нецелованными животиками, не только надгробной плитой и прочими богатыми подарками, но и подписанием вот этого всеобъемлющего договора о защите чести и достоинства каждой из стран перед лицом третьих государств. И вот у меня к тебе вопрос следующий. Я просто, когда вижу вот этот, когда увидел этот договор, я понимаю, что может дать в случае нападения на Россию Северная Корея, то, что она уже даёт снаряды, такое-то вооружение, ещё что. Но я не могу понять, что может дать Россия Корее в случае нападения на неё из того, что они ещё не дали. Это очень хороший вопрос. На самом деле, в первую очередь, россияне корейцам, северным корейцам могут дать опыт, потому что у России он горький, у России он стоил сотни тысяч жизней российских солдат, но всё-таки, так или иначе, вот очень долго говорили, что россияне не учатся, но на третий год войны они всё-таки стали учиться. Они уже понимают, как работают хаймарсы, они понимают, как работают патриоты, они понимают, как работают гаубицы М-37, как работают западные танки. Это всё то, с чем Северная Корея в прямом боестолкновении не имела опыта взаимодействия, и, соответственно, они же до сих пор, если посмотреть на их военные учения, если посмотреть вообще на их армию, на такое чувство, что довоёвывают Вторую мировую, или, как минимум, корейскую войну 50-х. И поэтому, к несчастью, россияне могут всё вот это дать Северной Корее. Кроме того, они могут дать Северной Корее свой опыт с дронами, потому что, как бы высоко не было поставлено планка для украинских, БПЛА сил. А тут надо сказать, что у нас, по некоторым оценкам, с точки зрения экспертности, про ресурсы это отдельный разговор, но с точки зрения опыта и потенциала, у нас чуть ли не самые лучшие БПЛА системы западного мира. В плане развития командования, сопряжения с другими частями и так далее. Россияне всё-таки научились. Получать их пивишкой по голове три года, ну, хоть что-то в эту голову и вобьётся. И мы знаем, что Южная Корея также очень активно занимается внедрением БПЛА технологий. Последние учения, которые недавно проходили с американцами, показали и разведку, и атаки с применением БПЛА, и связь с применением БПЛА. То есть, к несчастью, россияне могут корейцам дать очень много. Если не говорить про ресурсы, потому что тут как раз Корея снабжает Россию военными ресурсами, то вот россияне, там даже это в договоре прописано, это больше передача технологий, передача опыта, это общее учение. И это действительно проблема, потому что, если представить себе войну с Северной Кореей и Южной без участия российского опыта, ну, Южной Кореи шансы были просто чудесные. То есть, там даже сравнение этих двух вооружённых сил проходило суток до того момента, пока кто-то не приводил агрумент, не, ну, у Северной Кореи есть ядерка. Поэтому, так или иначе, но война перейдёт в эту плоскость очень быстро. А сейчас, если это сотрудничество разовьётся во что-то большее, если будут от него какие-то конкретные результаты, мы, к несчастью, можем увидеть совсем другую армию Северной Кореи. И если не будет положен конец вот этому сотрудничеству, это действительно будет армия на порядок выше той, которую корейцы имели до 22-го года. У них-то есть чем поменяться, грубо говоря, потому что, смотрите, ну, вообще, ну, хорошо, раз уж вы так вот глубоко начали копать, давайте вспомним о том, откуда вообще взялась атомная энергетика в Северной Корее, да? Она же взялась-то не от Китая, хотя, конечно, Корея – сателлит Китая, Северная Корея, и много чего там оттуда, там, включая, там, многие считают, что вообще там вся еда из Китая, там, что если не Китайцы, то все корейцы северные давно погибли, вот, но когда Северная Корея попросила помощи у Китая с ядерным оружием, то Китай-то ее послал, потому что, как бы, злой, злой такой пес рядом, как бы, да, пусть даже вроде из одной с тобой породы, но все равно может себя куснуть рано или поздно, поэтому они-то ничего не дали тогда, а дали как раз российские, советские специалисты, да, ирония судьбы заключается в том, что многоядерной, значит, энергетики, это было и в Украине, точно, вполне возможно, что какие-нибудь ваши, вот, предки, например, да, лично ваши, они там присутствовали, да, и корейцам там что-то помогали выстроить, значит, соответственно, да, понятное дело, что это все делалось под видом мирного атома, вот, но понятно, что из этого мирного атома нужно сделать легче, чем если просто ты на месте рисового поля пытаешься все это построить, значит, соответственно, вот, да, советская власть помогла с этим, а теперь здесь ситуация, когда Ким-то, он ведь настроил в себя огромное количество вот того, что так нужно Путину, чтобы окончательно замучить украинцев, чтобы они пошли на хоть какой мир с ним, вот, и соответственно, но у Путина-то есть ядерные технологии по-прежнему, и, соответственно, Киму они очень нужны, потому что Ким сегодня с точки зрения ядерных технологий, ну, это вот маленький надутый мальчик, обиженный с рогаткой, да, вот как его часто изображают, ну, потому что, что такое 50 боеголовок? Что такое, ну, посерьезно, вот начинает Ким ядерную войну, и все 50 боеголовок отправляет куда-то, в сторону Вашингтона, ну, вот с гарантией, там, 99,9 в периоде процентов, ноль этих ракет долетит хоть до середины там этого полета, ну, потому что сегодня мир с этим способен справляться, и Ким это понимает, это по-хорошему такая пугалка, что я вот все небеса вам загажу, значит, ядерными отходами от того, как вы зафигачите мои ракеты, ну, вот в этом минус сейчас для Америки, да, вот, ну, понятно, что Южную Корею, может быть, он успеет уничтожить, но, как бы, да, Америка-то далеко, и в этом смысле, в общем-то, но при этом представьте себе, что сегодня, например, Ким получает технологии, он может сделать, например, тысячу боеголов, возможно, такое теоретички, да, возможно, и тогда все радикально меняется, тогда Северная Корея из страны обиженного мальчика с рогаткой превращается в страну обиженного мальчика с гранаткой, понимаете, и это уже может долететь докуда-то, это уже может что-то серьезно взорвать, а сделать тысячу ракет, Путин может ему помочь, по идее, ну, потому что технологии-то есть, инженеры, все, то же самое осталось, это все советские остатки, потому что Путин сам-то ничего же не создал, пытался разрушить все, но не смог, к сожалению. Я условно понимаю, чем они могут быть друг, чем Россия и Северная Корея могут быть друг другу полезны в области обмена информацией технологиями, продажи старого вооружения, разработки нового вооружения, но я просто о чем? О том, что вот для меня подписание вот этого договора о помощи в случае нападения друг на друга, да, вот именно в случае нападения, для меня это некий карго-культ, это некая копия с того, что подписывала Украина со всеми западными странами, потому что в случае нападения Россия-то не сможет прислать своих солдат в Северную Корею, потому что ей не хватает их, она не сможет прислать свои танки в Северную Корею, потому что их не хватает в самой России. Они не могут в случае нападения друг на друга помочь друг другу, мне кажется. Ну нет, это же как раз, во-первых, это символический жест, во-первых. Во-вторых, если кто-то на кого-то нападет, то Путин может дать Киму что-то, что подхлестнет развитие его оборонной промышленности. И вот это вот то, что должно, по мнению Путина, напугать Америку, и он, там, Байден должен, значит, позвонить Зеленскому и сказать, Володь, ты извини, тут такое дело. Значит, Путин напугал меня Кимом, и я напугался, и ничего тебе больше не дам. Понимаете, это, конечно, выглядит как бред, безусловно, но все, что делает Путин, это бред. Война с Украиной, это бред. Поэтому от него, значит, можно и дальнейшего бреда какого-то ожидать. Но дедушка вышел из ума. Можно ли сказать о том, что если раньше считали, что очаг Третьей мировой войны находится здесь, у нас, в Украине, то теперь возникает реальный риск того, что очаг Третьей мировой разгорится по 38-й параллели? Скажем так, вполне вероятно, что это будет очередная вспышка, это будет очередная точка кипения, потому что современная Третья мировая, она не похожа на ту войну, которая была в 40-х, она не похожа на Вторую мировую. Это все-таки будут не скопления войск всех континентов в одном месте, на одной линии фронта. Это будут десятки, если, к несчастью, не сотни конфликтов по всему миру, которые у каждой из сторон, у Америки, у Китайской Народной Республики будут свои интересы, и в которые они так или иначе будут участвовать. Если не войсками, то как минимум передача вооружений, техники, технологий и так далее. Поэтому, так или иначе, мы точно можем увидеть, что Корея станет очередным театром противостояния. Если даже не прямого военного противостояния, то мы точно знаем, что у Северной Кореи гигантский просто опыт провокации, гигантский опыт отвлекать на себя внимание. Чего уж там говорить, если в 2009-2011 годах они несколько раз заплывали своими субмаринами и даже боевыми катерами буквально в порты Южной Кореи, провоцируя их на ответный огонь и на нападение. Поэтому, так или иначе, вполне возможно, что между двумя Кореями может начаться новое противостояние. Будет ли это полноценная война, еще покажет время, будем надеяться, что нет. Но то, что провокации от Пхеньяна следует ожидать, особенно после подписания этого договора с россиянами, это факт. Ты веришь в то, что может быть создан на основе вот этого договора между Россией и Северной Кореей, некий новый военный альянс? А военный альянс, который будет объединен в серии таких вот схожих договоров, как мы заключаем схожие договора с разными странами, создавая альянс. И если ты веришь в его создание, кто может в него войти? На самом деле это сложный вопрос, потому что то, что сейчас развивается между Россией и Северной Кореей, очевидно, не очень нравится Китаю. Просто и потому, что Китай особо не реагировал на то, что происходит, хотя китайская МЗС всегда реагирует на подобные встречи, подобные визиты, подобные договора. Заключаются ли они его союзниками или его оппонентами? Но так или иначе, Китай не оставляет это без внимания. А тут мы не увидели практически никакого комментария ни со стороны Китайской Коммунистической партии, ни со стороны Китайского МЗС. Поэтому еще вопрос, дадут ли китайцы свое полное добро на то, чтобы эти отношения дальше развивались. Но взаимодействие России и Ирана, взаимодействие России и КНДР, оно действительно уже складывается, если не в трехстороннюю ось зла, то как минимум в две двухсторонние такие маленькие осечки формирования вот этой антидемократической коалиции. Хотя, кстати, тут надо сказать, что они точно себе придумывают какое-то более броское медийное название. Скажем, Корея и Россия в своем документе сказали, что они выступают за новый справедливый мировой порядок. И, дескать, только они знают, где эту справедливость искать. А все эти западные санкции, утеснения и так далее, это уже несправедливость. Это давление на честные, открытые народы, которые хотят развиваться самостоятельно. То есть, сформируется ли полноценная такая коалиция, как, скажем, наши договоренности с союзниками или как НАТО? Ну, пока что такой коалиции не предвидится. Но то, что Россия собирает вокруг себя систему вот этих малых альянсов, двусторонних отношений, это уже очевидно и действительно они будут делать на это очень большую ставку. Потому что просто нет куда больше брать ни ресурсы для войны, ни новые экономические контракты. Но когда мы говорим про сотрудничество политическое, когда мы говорим про определенную идеологическую сторону, действительно то, что подписали Путин и Ким, это новенькое. Есть там один пункт, который немножко этот союз и эти отношения все-таки перетягивает в сферу практического. И это пункт про сотрудничество, взаимопомощь и общее сопротивление агрессии, если вдруг против одной из сторон подписантов будет совершено нападение. И тут мы имеем проблему с тем, что по искаженной, извращенной, я бы даже сказал, российской логике, войну ведь начали не они. Они упредили нападение Украины на российскую территорию. Что, дескать, Украина при поддержке Запада, как они там говорят, марионеточный киевский режим, хотел начать наступление на Россию, хотел начать войну, а россияне, дескать, упредили этот удар. И поэтому они не агрессоры, они просто защищались. А защита может быть активной. И поэтому очевидно, что они попробуют раскрутить тему этого двустороннего договора чуть дальше, чем оно есть сейчас. То есть это будет не только сотрудничество в сфере передачи оружия, это не будет только сотрудничество в передаче в сфере технологий, опыта и так далее. Есть опасения, что это действительно будет полноценный военный союз. И потому уже сейчас ходят разговоры о том, что Северная Корея готовит корпус своих инженерных войск для переброски на фронт в Украине, для того, чтобы они поддержали российскую армию. Представим себе ситуацию, что, я в это очень слабо верю, я сразу говорю, но, тем не менее, какие-то инженерные северокорейские части участвуют в разминировании рядом с линией фронта. То есть, условно говоря, северокорейские солдаты появились в Украине. Как Запад будет обязан среагировать на это, и как он может среагировать на это, вынужден будет среагировать на подобный шаг? Как минимум, я даже не говорю об увеличении помощи количественно, потому что по номенклатуре мы получили уже, по-моему, все, кроме томагавков, а вот как минимум, например, присутствие определенного контингента натовских войск в Украине в ответ на появление северокорейских. Ну, нужны ли представители натовских войск там вам? Потому что это же тогда, на самом деле, почему часто Зеленский говорит, что мне не нужны солдаты от Макрона, например? Ну, потому что ведь какая мотивация у солдат Макрона будет здесь вести себя так, как ведут себя украинские солдаты, да, будут ли они так же эффективны, а какое будет взаимодействие там украинских генералов с французскими солдатами или с французскими генералами во главе французских солдатов, или во главе еще каких-то стран НАТО, понимаете? Ну, так вот объективно, а что умеют делать сегодня армии многих стран Европы? Они так же хорошо подготовлены сегодня к войне, как к украинской армии. Ну, ответ-то нет, конечно, он очевиден. Поэтому это какой-то символический жест, может быть, но не более того. Кто будет участвовать в Третьей мировой войне? Ты сказал о том, что, ну, вот подобное решение может, в принципе, привести к Третьей мировой войне. Ну, потому что они вводят северокорейских строителей, французы вводят пограничников в виде иностранного легиона и так далее, и тому подобное. Кто может участвовать? Кто будет вот этими странами? Все страны НАТО или же Блок вообще, в принципе, не будет принимать в этом участие? Пока что сложно сказать, что у НАТО есть решительность и возможность убедить... Ну, пойдем по конкретным примерам. Пустит ли Венгрия свои войска? Пустит ли Словакия свои войска? Готовы ли испанцы, хотя они очень много нам помогают, но готовы ли они вот прямо тут и прямо сейчас дать войска? Готовы ли Италия? Несмотря на чудесную позицию Джорджия Мелони, несмотря на всю помощь предоставленную, готовы ли они прямо сейчас давать войска? Поэтому, мне кажется, мы будем иметь дело с коалицией. Все успешные операции НАТО воплощались коалициями. То есть объединением стран, которые готовы делать больше, готовы активнее участвовать, готовы, в принципе, работать в этом направлении. Поэтому, скорее всего, мы говорим про Британию, мы говорим про Центрально-Восточную Европу, мы говорим про Францию, мы говорим про Северную Европу. Мы потенциально, кстати, говорим про Южную Корею. А почему бы нам не замахнуться аж так? Разве это не в интересах Южной Кореи и Сеула сдерживать Северную Корею, уничтожать ее военный потенциал всеми доступными методами? Это не обязательно там южнокорейские морпехи, кстати, одни из лучших в мире, не обязательно их танковые части. Почему не сказать про южнокорейских ППОшников, которые также, смотря на учения, ведут очень активную и хорошую борьбу с севернокорейской угрозой. Почему бы не сказать про южнокорейских ракетчиков, которые очень много имеют опыта как раз в плане работы с провокациями со стороны Пхеньяна. То есть на самом деле вариативность того, кто может нам помочь, очень большая. И если называть это Третьей Мировой, то действительно будут люди, будут страны, которые готовы будут нам помочь, которые готовы будут быть здесь. Но опять-таки повторюсь, все-таки Третья Мировая будет очень сильно отличаться. И если все-таки Северная Корея пойдет на обострение отправить свои войска в Украину, не исключено, что это сразу же приведет к провокациям по 38-й параллели. Не исключено, что это приведет к новым провокациям на Ближнем Востоке. Потому что если Иран задумается о таком, это в первую очередь будет угроза не только Украине, это будет угроза Израилю. Это будет угроза всем проамериканским государствам в регионе. Почему бы не сказать, что в этот же момент, как только хватка Китая и США ослабнет, не начнутся провокации в Латинской Америке. Это тоже целая серия конфликтов. То есть, насколько я понимаю, я с тобой абсолютно согласен, что Третья Мировая война это будет Вторая Холодная война. То есть она по степени напряженности и по характеру боевых действий между противниками будет напоминать не Вторую Мировую, а именно Холодную войну. Когда пытаются разжечь конфликты в разных странах, большая работа спецслужб, покупаем политиков, только вот без идеологии, насколько я понимаю, советской, коммунистической. Ну, коммунистическая идеология все-таки с маленькой натяжкой будет присутствовать. Китай считает себя коммунистом. Китай считает себя коммунистом. Поэтому, а Путин хочет считать себя коммунистом, скажем так. Путин хочет считать себя Брежневым. Он не хочет считать себя коммунистом. Он хочет считать себя Брежневым, с которым все считаются, которого все уважают, но с блэкджеком и шлюхами. То есть вот с Алиной и с яхтой. Абсолютно. Еще и жить так долго. То есть, да, на самом деле, идеологическая составляющая будет действительно минимальная. Я тут соглашусь. Но то, что это будет абсолютно поликалом Холодной войны, то это будут десятки, если не сотни региональных конфликтов с расширением до глобальных из-за участия больших игроков, это абсолютно верно. Но для всех остальных диктаторов, которые любят войны и хотят их расширивать, для них мировая война — это самоубийство. Потому что они видят варианты, как в этом мире можно работать иначе, как можно зарабатывать иначе, как можно сохранить свою власть иначе. Но Путин, начав войну против Украины, по сути, поставил себя в положение, когда действительно Третья мировая ядерная война или угроза ядерной войны, как минимум, и потом уже переговоры на фоне этих угроз для него являются наиболее адекватным вариантом. По большому счету, сейчас никому в этом мире Третья мировая война не нужна. Ни Соединенным Штатам, ни Китаю, ни Европе, ни НАТО, ни Японии, ни, мне кажется, даже Киму, вот единственный человек в этом мире, которому нужна Третья мировая война, что разжечь ее, это Путин. И тут вопрос в следующем. Как долго его будут терпеть? Как долго лично его? Да, но все же понимают, что по большому счету Путин является несущей конструкцией. Ты выбиваешь этот столб, и все начинает шататься, рушится, и дальше начинается непредсказуемое падение, это коллапс. Как долго его будут терпеть? Мне кажется, что его уже перестали терпеть, на самом деле, потому что, ну вот то, что делается в Дагестане, я уверен в том, что это делается путинскими элитами. Я уверен в том, что это часть, грубо говоря, тех ПСБшников, которые не то чтобы хорошие, адекватные люди, они такие же мерзавцы, как Путин, но просто они понимают, что это тупик, во-первых, все то, что происходит. Во-вторых, они-то сегодня гонимы, и они всего лишь, понимаешь, хотели съесть Шойгу, и всего лишь хотели сесть на его потоки, потому что какого черта, какой-то оленевод, а не мы, героические спасатели, значит, Родины, от всех, у кого угодно, значит, пилим этот огромный пирог. Да? Такая невинная шалость, они хотели это сделать, а Путин надавал всем по рукам, отправил замажа и Платоныча, который символ всевластия КГБшников, и, соответственно, там повыгонял кучу других людей, там из известных, там из исходов, это там преснопамятный Сергей Беседа, да, который был знаменит тем, что якшался из оппозиции, и им постоянно сливал, там СБКшникам, например, так вот рассказывают, сливал информацию про того же Тимура Иванова, да, и что било и по Путину, и поэтому Путин вот его тоже выгнал. Вот и поэтому вот эти вот все, грубо говоря, подвинутые ФСБшники, они сейчас начинают бояться, вот окей, нас подвинули, мы сейчас, например, останемся без власти, а Путин в конце концов все равно, все проиграет. И приедут сюда на Абрамсах, значит, руководить Ходорковский, там, я не знаю, кто там еще рядом с ним будет, кто-то еще, наверное, будет, значит, и, соответственно, вот они нас всех люстрируют и повесят на столбах, да? Нет, такого допустить нельзя. Давайте Путину как-то напомним, кто мы вообще такие, да? Как только дойдет до столкновения, там все это будет гореть и взрываться так, что россиянам, в общем, будет казаться вот это время войны, ну, каким-то временем благоденствия, ну, потому что это уже касаться будет всех. И это уже мы видели в 90-е годы, когда одни изгоняли других, там, резня там, резня сям, чеченцы с ингушами, тут, понимаешь, башкиры с татарами ругались все со всеми. И вот, и поэтому вот это то, что ждет в ближайшее время Россию, потому что, ну, вот, потому что Путин сам все это породил вот этим всем своим деноцификаторством, страны, в которой изначально, там, понимаете, если сравнивать с Украиной, да, где там 3-4 процента набирали националисты, а в России там Пригожин зигующий набирал там 12-15, плюс к нему Жириновский, который открыто тоже зиговал и кричал за русских, за бедных, значит, то есть, грубо говоря, в России в парламенте сидел треть нациков, да, на секундочку. Да. Да, и вот эти люди пришли вас деноцифицировать. Если бы было грустно, смешно, если бы не было так грустно. Почему все, кому не нужна мировая война, не соберутся и не прихлопнут того единственного плешивого, которому она нужна? Это очень хороший вопрос, и тут мы, хотим мы того или нет, возвращаемся к покерным аналогиям. То, что делает Путин, так или иначе, ну, пока что выгодно этим диктаторам. Почему? Он истощает ресурсы Запада. Он показывает все проблемы Запада, потому что мы видим, что и на фоне выборов, и на фоне невозможности предоставить Украине полноценную поддержку, единство Запада находится под угрозой, причем уже достаточно длительное время. Кроме того, Путин отвлекает на себя внимание, банально. Банально он дал возможность Ирану подготовить Хезбалу и подготовить Хамас к провокации против Израиля. Банально он дал возможность сейчас китайцам делать провокации против Филиппин и все больше перетягивать Вьетнам на свою сторону и пытаться опять делать какие-то круги и наворота вокруг Тайвана. То есть, Путин истощает силы Запада, отвлекает Запад и, в принципе, помогает этим диктаторам. И пока он это делает, они могут проводить собственную политику, они могут продвигать свои интересы. И возникает вопрос, до какой границы это можно ему позволять? Да, угроза глобальной войны это ужасно, это плохо, но не станет ли это очередным козырем? Не станет ли это угроза возможностью договориться с Западом? Не станет ли это угроза таким блефом, который запугает Запад и заставит его пойти на попятную? И вот тут это как раз сравнение покера. Путин за этим покерным столом, хотя он самый маленький игрок, один из самых маленьких, если сравнивать с Китаем и США, но он делает самые дерзкие ставки. А из-за того, что у него в кармане лежит ядерный туз, мы никогда не знаем, что у него на руках. И это очень сложно рассчитать. А поэтому, хотя другим диктаторам не нужна эта война, они, очевидно, не поддержат развитие этой серии конфликтов в глобальный мировой конфликт, который еще и потянет за собой ядерное развитие, но им выгодно, чтобы Путин этим угрожал. Им выгоден путинский бреф. Им выгодны те большие ставки, на которые идет Путин, потому что они просто пасуют. Они не делают ставку. Им что, нужно поддержать Запад? Не нужно. Им нужно спасать Россию? Не нужно. Но при этом, когда Путин и Запад продолжают наращивать ставки, они видят, что и Россия не будет для них конкурентом в мире диктаторов. И Запад станет слабее, и не сможет так мешать. То есть, по большому счету, если раньше Северная Корея создавалась как государство торпеда, то сейчас Путин добровольно, по недоумию, но тем не менее, взял на себя обязанности государства торпеды. Просто размером с одну шестую часть суши приблизительно. Абсолютно верно. То есть, сейчас он действительно жук муравейники. Он тот, кто сеет хаос, он тот, кто разгоняет энтропию, создает нестабильность во всем западном мире, и в принципе глобально, геополитически. И это нестабильность играет на руку диктаторам. Потому что демократическим лидерам нужно править в условиях абсолютной стабильности. Когда и с рынками все хорошо, и люди не умирают, и можно планировать какую-то политику и так далее. Но если мы говорим про диктаторов, им наоборот хаос хорош. Хаос и непредвиденные обстоятельства подтверждают их право на власть. Как ты думаешь, Китай действительно обладает влиянием на Ина? Ну, таким, чтобы остановить возможное развитие и возможные просьбы Путина о начале какого-либо конфликта на корейском полуострове? Скажем так, у Китая точно влияние такое есть. Все-таки более 90% торговых отношений с Северной Кореей, как бы того не хотел Ким Чен Ын, но все-таки эти торговые отношения налажены с Китаем. Россия тут пока что очень вторичный игрок, который не занял свое место на севернокорейском рынке, хотя очень этого хочет, и многие российские так называемые экономисты говорят о том, что Россия может нарастить свою участку импорта, точнее, экспорта в Северную Корею до 38%. Поэтому Ким Чен Ын очень бы хотел оторваться от Китая, и он всеми силами показывает, что он действительно может и хочет вести независимую политику, но он не может этого делать ввиду объективных экономических причин, он не может этого делать ввиду объективных военных причин, потому что все-таки Китай не побрезгует поугрожать Северной Корее, но все-таки Северная Корея не той масти лошадка, чтобы Китай боялся ее угрожать. Поэтому если Китай увидит угрозу расширения конфликта, если Китай увидит угрозу активизации Запада, если Китай поймет, что в принципе ситуация немножко выходит из-под контроля, то я почти уверен, что они смогут давить на Северную Корею. Им придется это делать просто для поддержания и своего реноме, и той геополитики, которая им выгодна. Тогда поднимем с тобой чашечку прохладного лимонада за то, чтобы для Китая эта война и весь этот конфликт наконец-то перестал быть выгодным. И если уж Третья мировая будет в виде холодной войны, то давайте вас благодарим Збройные силы Украины за то, что мы в этой холодной мировой войне будем на правильной западной стороне. Я тоже склоняюсь к мысли все больше и больше, что Третья мировая война станет Второй холодной. И я, кстати, напомню, что холодная война между коалициями, которые возглавляли Соединенные Штаты с одной стороны и Советский Союз с другой стороны, протекала под знаком опасности эскалации в горячую Третью мировую войну между ядерными державами. И как тогда, так и сейчас основные полюса этого эпиполярного мира делали все, чтобы не переступить эту черту. Смогут ли удержаться от рокового шага современные лидеры США и... Причем тут Россия вообще? Конечно же, США и Китай. Я думаю, может быть, мне хочется просто верить, что да, именно потому, что это США и Китай. И факел мировой войны отнюдь не в руках Путина, хотя он очень сильно пытается выдать мелкую зажигалку в своих руках за газовый угорел. Ни США, ни Китаю в обозримой перспективе мировая война не особо-то и нужна. Она не станет волшебной пилюлей от ресентиментных болей. Она не переведет к еще большей глобализации. Она не станет ответом на вопросы, накопившиеся внутри стран-участниц. горячая мировая война не станет ничем из того, что я только что перечислил. Тем более, что никто не отменял и Эйнштейновского предположения, что, помните, он не знает, каким оружием будут воевать в Третьей мировой войне, но он знает, каким будут воевать в Четвертой, камнями и палками. Роскошная цитата. Этот страх остановил СССР и США, которые были далеко не так сильно связаны экономикой, как современные США и Китай. Так зачем Америке и Китаю переводить холодную войну в горячую, да еще и в мировую, да еще и на всех континентах, войну, которая убьет мировую торговлю как фактор? Мне тоже кажется, что неизвестно. Холодная война идеологии или горячая война, убивающая все, что человечество смогло вырастить за последние 30 лет? До встречи, друзья! Ведь нам есть о чем поговорить. субтитры, субтитры, субтитры,